Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особая дата в жизни человечества. В день окончания Второй мировой войны в Самаре почтили память погибших героев. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители молодежных организаций и общественники возложили цветы к вечному огню на площади Славы. 76 лет назад, 3 сентября 1945 года, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, что знаменовало собой завершение Второй мировой войны. Увековечить память героев последнего боя. В день воинской славы в Самаре открыли мемориальную доску в память о двух заслуженных военачальниках – генерал-майорах Степане Жестакове и Иване Матюхине. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. Степан Борисович Жестаков и Иван Матюхин были командирами двух соединений Красной армии – 106 и 111 укрепленных районов 1-го Дальневосточного фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года красноармейцы успешно штурмовали крупнейшую в Азии крепость Дунини. Символично, что в послевоенном Куйбышеве два военных комиссара жили в одном доме. Возвращая память и славу этим героям, на фасаде дома по улице Красноармейской 62 открыли мемориальную доску. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы и куратор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. Говорят, легко начать войну, трудно ее закончить. Вот им это удалось. Проявив мужество, стойкость, заботу о личном составе, следуя зову своего сердца и патриотическому долгу, они поставили точку в этой страшной трагедии, трагедии мировой, второй мировой войны. Я очень рад тому, что на территории нашей Самарской области мы бережно относимся к памяти героев. Обратился к участникам торжественной церемонии по видеосвязи и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал победу в Великой Отечественной войне, а затем верный союзническому долгу вступил в битву с милитаристской Японией генерал-майор Степан Борисович Жестаков, генерал-майор Иван Макарович Матюхин, генерал-полковник, герой Советского Союза Иван Михайлович Чистяков и, конечно же, маршал Советского Союза, командующий Первым Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков и многие-многие другие имена, которые навсегда остались в нашей памяти. В боях за Дунинскую крепость погибло свыше полутора тысяч советских солдат и офицеров. Сегодня, открывая эту доску, мы хотим, чтобы люди, жители, гости нашего города и нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди жили у нас, какие имена навечно вписаны в историю Исамарского края и нашей большой необъятной страны. Отдельные слова благодарности руководству нашего региона, Дмитрию Игоревичу Азарову и Леониду Лапушкину, потому что все наши инициативы, все наши предложения всегда находят самую искреннюю поддержку и понимание. Подобные акции по увековечиванию памяти героев последнего боя сегодня прошли в 10 российских городах. Мэриил Чан, Ольга Хомракулова, Василий Калдашов. События. В эту пятницу по всей России отмечают также День солидарности в борьбе с терроризмом. Это дата памяти жертв террористического акта в Беслане. Прошло 17 лет с тех пор, как в школе номер один произошел захват заложников во время праздничной линейки по случаю Дня знаний. Сегодня в Самаре целый день горельеф, ускорбящий родиной матери, шли люди с цветами и игрушками. Гульфия Сафина продолжит тему. 17 лет, как одно мгновение. Сегодня Карина Сокурова уже и сама мама двоих детей. Старшая дочь пошла во второй класс, но как прежде перед глазами свой, десятый. Карина выпускница той самой Бесланской школы, где и произошел один из самых страшных терактов в России. Я была с братом, мы все три дня были вместе. У него ДЦП. Благодаря друг другу мы выбрались живыми. Я понимаю, что все сейчас в мирное время, все хорошо. И я так думаю, что такого уже не должно случиться. Страх внутри все равно, он остается. Мне кажется, это навсегда. Соседские девочки, женщины, мужчины. То есть, всех практически на лицо я знала. Учителя. 333 человека погибло в те дни в результате захвата боевиков. В том числе 186 детей. Они планировали вместе с родственниками и друзьями отметить главный праздник сентября – День знаний. Но из родной школы так и не вернулись. Вадим Басиев тоже в тот день пошел в школу. Небесланскую, соседней станицы. Помнит, как во время линейки в зал ворвались сотрудники МВД и потребовали остановить торжество. А после – шокирующая весть. Мы не верили, естественно, такого не может быть, чтобы детей захватили. Это ниже человеческого достоинства. Это же что-то зверское. У нас нет чужих детей. У нас все это, все наши дети. И поэтому мы сегодня пришли сюда почтить память тех, кого сегодня с нами уже нет. Не только наших земляков, не только детей, но и сотрудников, спецназовцев. Во время штурма в Беслане погибли 10 спецназовцев. Всем присвоено звание героя. Теперь, 3 сентября, в России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. Это день памяти жертв в Беслане. Конечно, мы все это помним. На протяжении 17 лет мы каждый год всегда никогда не забываем и никогда не проходим мимо этого дня. Я считаю, что не только осетинам, а вообще во всех школах, где бы они ни находились, на территории Российской Федерации, я думаю, что это обязательно должны знать дети. Потому что не дай Бог, чтобы где-то это еще произошло. Несут весь день горельеф у скорбящей родины матери и вечному огню цветы и то, чего так не хватало заложникам в терковые три дня – воду и игрушки, как символ беззаботного детства, которое у них несправедливо отняли. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. 20 минут ушло в департаменте образования на то, чтобы компьютерная программа распределила свободные места в детских садах Самары. В итоге 1802 ребенка получили направление в дошкольные образовательные учреждения. В том числе 385 детей будут ходить в Ясли. Всего было предложено более 3000 вакантных мест, то есть около 1200 пока остались невостребованными. Через месяц процедура распределения состоится вновь. Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Родители могут выбрать до пяти детских садов в приоритете, куда они хотели бы быть зачислены. Соответственно, те места, которые остались свободные, просто никто не изъявил желания быть зачисленными на эти свободные места. С учетом текущего распределения у нас осталось в очереди ориентировочно 6 тысяч. Цифра, она может быть звучит страшно, но мы должны понимать, что она складывается в том числе и с тех детей, которые выбирают желаемую дату зачисления, грубо говоря, с одного года. Естественно, мы понимаем, что в основном в детских садах у нас места предоставляются с трех лет. То есть есть дети объективно, которые еще подрастут немного и получат свое место в детском саду. Есть родители, которые возвращаются в очередь, отказываются от ранее предоставленных мест в детских садах, встают на перевод. То есть в целом каждая ситуация, она может быть индивидуальной. Кроме муниципальных детских садов в Самаре работают и частные дошкольные учреждения. В них воспитываются и получают образование около 4 тысяч детей. В Самаре заработал Центр мониторинга состояния теплосетей на базе единой энергоснабжающей организации. На сегодняшний день подразделение по контролю качества работает в Самаре и в Новокуйбышевске. О преимуществах, которые получают жители, расскажет Михаил Ермоленко. Насущные проблемы, которые касаются обеспечения горожан теплом, могут решаться практически по нажатию кнопки. В Самаре заработал специальный Центр мониторинга поставляемых тепловых ресурсов. Его главная задача – собирать информацию и анализировать состояние трубопровода тепловых сетей по всему городу и организовывать работы технической службы. Он дает информацию техническим службам, он независимо контролирует техническую службу, где, когда, какая утечка, где есть повреждения, где есть недоработки в системе теплоснабжения. Вот это главная на сегодняшний день цель, которую, еще раз повторяю, второго года работы по методу Алькотель. Сегодня нюансы функционирования Центра Владимир Василенко обсудил с представителями Единой ресурсоснабжающей организации и оценил возможности нового подразделения энергокомпании. На огромном экране изображена карта, на которую нанесены все объекты теплоснабжения Самары. За их состоянием 24 часа в сутки следят специалисты. Они работают посменно. При возникновении порыва трубы или появлении малейшей влаги на пенополиуретановой изоляции, специальный датчик, который вживлен в нее, посылает сигнал в центр мониторинга. Затем его фиксирует специалист за компьютером и посылает технической службе, которая незамедлительно выезжает на объект теплоснабжения. Благодаря системе оперативного дистанционного контроля рыть огромную траншею и искать место порыва не придется. Установленные на трубе датчики с точностью до метра определят поврежденный участок. Вдоль всей трубы идет проводник, который позволяет отследить сопротивление на всем участке трубопровода. Если это сопротивление, по сути, оно постоянное на всем участке, значит труба находится в нормальном состоянии. Если сопротивление начинает меняться, значит где-то есть так называемое промокание. Там есть, скорее всего, какой-нибудь дефект. Если это сопротивление изменяется, происходит сигнал, приходит сигнал в диспетчерский центр и уже отрабатывают аварийные бригады. Уже второй год теплом Самара обеспечивается по методу альткотельной. Благодаря этому и повсеместной масштабной программе цифровизации в городе открылся центр мониторинга качества поставляемых энергетических ресурсов. Сейчас он уже отслеживает ситуацию не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске. Такая система контроля – огромное преимущество и для энергетиков, и для жителей. Она позволит быстрее находить проблемные участки на трубах теплоснабжения и оперативнее их устранять. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что число самозанятых через два года вырастет в России в два раза? Так прогнозируют в Министерстве труда России, но сначала о новостях из мира туризма. Въездной туризм в России должен вернуться в норму к 2023 году. Такой прогноз озвучила глава Ростуризма Зарина Дакузова в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом уже в настоящий момент Россию, по ее словам, могут посещать туристы из 60 стран. Единственное требование – тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия. Впрочем, пока своих граждан за границу не выпускает основной поставщик туристов – Китай. Восстановление въездных турпотоков маловероятно. На данный момент усилия ведомства сосредоточены на внутреннем туризме, где темпы идут очень хорошо, внутренний туризм может восстановиться уже в этом году. Российские власти намерены формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, а также создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, к которому сейчас приковано все внимание. Владимир Путин рассказал, что на Курильских островах появится новый офшор. Льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на 10-летний срок. Кроме того, резидентам предоставят право платить страховые взносы по пониженной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зона. Воспользоваться особым налоговым режимом смогут также иностранные компании, при условии, что они реально будут работать на Курильских островах. Число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году. Об этом в ходе Восточного форума сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сейчас в стране таким статусом обладают 3 миллиона человек. По прогнозам, через три года число таких граждан достигнет 5-6 миллионов. Статус самозанятости ввели в Россию с 2019 года. Ставка налога при работе с физлицами составляет 4% с юридическими 6%. Однако, пока самозанятым доступны далеко не все виды деятельности. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, которая отмечается в первое воскресенье сентября, аналитики выяснили, сколько зарабатывают работники отрасли. Самую высокую зарплату специалистам добычи сырья предлагают в Магаданской области около 100 тысяч рублей. В Республике Саха – 90 тысяч рублей, в Москве – 88. В Самарской области среднее предложение составляет 56 тысяч рублей. Это ниже, чем среднее предложение по России – 65,7 тысяч рублей. Сегодня на сферу добычи сырья приходится менее 1,5% от всех вакансий в стране. В Самарской области – 1,3%. Наиболее высокая доля таких предложений наблюдается в Якутии – 22% от всех вакансий региона. На втором месте – Магаданская область, на третьем – Забайкальский край. С начала года в России открыли на 84% больше соответствующих вакансий, чем в аналогичный период прошлого года. В Самарской области рост составил 89%. Официальный курс доллара – 72,85 рубля, евро – 86,54 рубля, а нефть марки «Бренд» стоит 73,50 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 450 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 91,538 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 254 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 78,543 пациента. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старшего поколения. Поэтому сейчас главная задача медиков – убедить людей в возрасте 65+, в необходимости подумать о своем здоровье. Начинается сезон простуд. Врачи советуют сделать две прививки – от коронавируса и от гриппа. Вот только временной промежуток между ними должен быть не менее месяца. Все подробности в нашем сюжете. С наступлением осеннего сезона простуд важно в первую очередь вакцинировать представителей старшего поколения. Коронавирус опасен для них тяжелым течением болезни и осложнениями, которые могут привести к трагическому финалу. Все усилия медиков сейчас направлены на разъяснительную работу с пожилыми людьми. Если люди страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания органов дыхания, все эти процессы усугубляются при проникновении вируса ковида в организм. И, соответственно, мы видим тяжелейшие осложнения у пациентов, даже те, которые переболели ковидом и остались в живых. Мы видим тяжелейшие осложнения, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с развитием инфарктов, инсультов после перенесенного ковида. Александра Левина уже успела переболеть коронавирусом. Делится, перенесла заболевание тяжело. Долго держалась температура, была одышка, судороги. А когда казалось, что болезнь миновала, все началось по-новой. Первый компонент вакцины перенесла легко. Немного болело место укола. Я контактирую на работе с людьми, поэтому обезопасиваю себя. Береженого Бог бережет. На сегодняшний день в области привиты 1 миллион 43 тысячи 141 человек. К 1 ноября нужно привить 80% взрослого населения области. С наступлением осени растет и число заболевших гриппом. Чтобы защитить себя, лучше сделать прививки от обеих болезней. Но стоит помнить, что промежуток между вакцинами от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца. Виктория Шарая, События. Более 45 миллионов человек уже сделали прививку от коронавируса в России. Об этом сообщил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Он напомнил, что сейчас в стране доступны 4 вакцины. Спутник ВИЗ, Спутник Лайт, Эпивак Коронак и Вивак. Чиновник подчеркнул, что сейчас нет ни одного российского региона, чей остаток вакцин от коронавируса был бы ниже двухнедельной потребности. Таким образом, проблем с наличием вакцины в регионах нет. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что темпы вакцинации от коронавируса в России ускоряются. И в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, речь идет уже о единичных случаях заболевания коронавируса. Самара Граунд Арт Фестиваль стартовал в регионе. Именно благодаря этому международному проекту в 2020-м в городе появились настенные росписи знаменитых художников. Хедлайнером стал Пакрас Лампас и его Мурал на Маяковском спуске. В этом году планируются не менее яркие уличные решения. Расширяется география и список участников. В Самару же прибыли известные художники Роман Мураткин и Мария Хардикова из России, Вячеслав Гунин из Испании и Андрес Иглесиас из Аргентины. Последний уже приступил к творчеству. На месте будущего арт-объекта побывала Гульфия Сафин и узнала подробности. Стрит-арт-мегаполис. Еще немного и Самара вполне резонно сможет претендовать на подобный статус. Что не лето, то еще одна городская серая стена становится холстом для креативных решений известных художников. Например, Мурал «Отцы и дети» автор казанский живописец Рустам Кубик. Или зашифрованные строки приказа номер 2 Маяковского кисти каллиграфа Покраса Лампаса. А в данный момент преображается дом на Галактионовской 2. Сегодня здесь свой исторический след оставляет талантливый гость из Южной Америки. Причина – Самара Граунд-арт-фестиваль. Он проходит при поддержке городской администрации уже во второй раз. И первым в этом году в столицу региона прибыл аргентинский стрит-арт-портретист Андрес Иглесиас. Творческий псевдоним «Кобре». Уже сейчас понятно, что картина ожидается в технике black and white – абсолютный монохром. Это будет самый большой мурал в практике и самого художника – 50 метров в длину. А кто он – человек, чей портрет украсит стену? Обычно «Кобре» не любят разглашать секреты скетча, ведь тогда пропадает особая магия рождения творчества. Но для нас художник сделал исключение. Я надеюсь, что самарцам понравится моя работа, ведь задумка была создана исходя из истории города. Это космический мотив на рисунке «Мой сын». Я использую свою самую любимую фотографию с ним. Это будет микс техник. Портрет выполнен в технике гиперреализм. И далее он будет сочетаться с мультипликационными зарисовками. Что-то, что ощущает будущий космонавт, когда мечтает о полетах в космос. Андрес Иглесиас – художник с мировым именем. Наиболее популярным он стал благодаря портрету экоактивистки Греты Тунберг в Сан-Франциско. Он уже оставил свою подпись во многих городах и странах, а вот в России – впервые. Говорит, что Самара – город, не похожий на другие, с красивой самобытной архитектурой и приветливыми людьми. 60 литров краски. Чтобы успеть за две недели, на помощь мастеру приходит бригада помощников. Или, как сейчас модно говорить, хелперов. Многие самарские начинающие художники. Глеб Ханжин впервые взял в руки краскопульт, когда вот так же в дни фестиваля помогал покрасу лампасу в создании мурала на Маяковском спуске. Рассказывает, учиться у лучших в своем деле шанс один на миллион. Я смотрел за его техникой, как он работает баллончиком, то есть его направление, потому что он занимается такой очень гиперреалистичной графикой. И очень много нюансов есть в этой стилистике. То есть он охлаждает баллончики, он спускает давление. Для того, чтобы было распыление, очень нежно сделать градиент. Это колоссальный опыт, не передать так словами. То, что в город пришел тренд на стрит-арт, многие жители уже оценили. Конечно, я рада. Конечно, рада, потому что дом скучный, серый. Мне это очень нравится. Я за. Чем писать всякие хулиганские штуки, лучше красота. Во-первых, это креативно. Во-вторых, это весело смотреть. Не просто вот такое серое какое-то, цвет один и тот же. У нас асфальт серый, бордюры серые. Все серое, небо серое часто бывает. А вот это вот вносит разнообразие. Мы в этом году работаем на два города. Это Тольятти и Самара. Сперва это Самара, потом Тольятти. Это все вот в историческом центре города. Пролетали над квадрокоптерами, над теми локациями, над теми фасадами. И художники сами выбирали и предлагали свои эскизы. Все звезды стрит-арта. Какие локации выбрали для себя другие художники, часть из них уже прибыли в Самару, организаторы держат в секрете. Пока известно два адреса, где появятся новые муралы. Это Галактионовская, 37, фасад колледжа сервисных технологий и дизайна. И пятиэтажка на Первомайской, 24. Не разглашают авторы и задумки изображений. Космос не единственная тема. Всего в Самаре в этом году появится 9 новых монументальных произведений и 2 скульптуры. Мульфия Сафина, Константин Головин. События. Самарский пловец Вячеслав Линский завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде с комплексным плаванием на дистанции 400 метров. Заплывы проходили в категории С6, в которой соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вячеславу Ленскому 29 лет. Он многоградный победитель и призер чемпионатов и кубков России. Бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. Представляет Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара Гис, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!